Срез паренхематозного органа Номер 1 Шов Джордана, в отличие от шва Кузнецова-Пенского, шьется как узловой, поэтому каждый шов накладывается отдельной иглой с двойной нити, причем ее длина зависит только от толщины прошиваемого участка, чтобы концов нити на поверхности было достаточно для завязывания узлов. После последовательного прошивания прямыми иглами всего участка, иглы удаляются, нити разрезаются. В каждой паре находят концы одноименных нитей и последовательно их завязывают. Первая нить вяжется на краю органа, далее нить из первой пары вяжется с нитью из второй пары, как на верхней, так и на нижней поверхности органа. Далее нить из второй пары с нитью из третьей и так далее. Последняя нить из последней пары, так же как и первая нить, вяжется на краю органа. В конечном виде, когда все узлы затянуты до плотного соприкосновения с поверхностью органа, только начальные и конечные участки шва имеют по одному узлу, все остальные по два узла, один на верхней поверхности, второй на нижней.